Выход в интернет позволяет найти множество полезной информации, в том числе и медицинской. По итогам опросов социологов, 50% респондентов считают правильным до обращения к врачу сделать интернет-диагностику и почитать информацию о предполагаемой болезни в сети. Обращается к интернет-врачам и пермики. В интернете можно сейчас найти все, что угодно, и каждый второй предлагает свои услуги. Про лекарства, допустим, читаю сюда аннотацию, чаще всего в интернете, либо какой-то диагноз ставят, читаю о нем. Мне кажется, у нас сейчас основной поиск информации – это и есть интернет. В принципе, доверяю. Отношусь к этому нормально, в принципе. Наверное, быстрее все это. Ну так, для себя, чтобы знать информацию. Вот, самое главное. Даже очень полезное бывает. Сегодня в сети доступно свыше 20 тысяч ресурсов по диагностике и профилактике различных болезней. Защитники прав потребителей предупреждают – обращение за консультациями к онлайн-экспертам может быть опасно для вас. Во-первых, вы не можете проверить достоверность медицинских дипломов и лицензий, поэтому нет гарантии качества дистанционных услуг. Во-вторых, если вы оплачиваете онлайн-услуги через карту физического лица или онлайн-кошелек, имейте в виду – закон о защите прав потребителей не распространяется на такие правоотношения. Все ИП, все фирмы, они зарегистрированы, скажем так, в налоговой, и это информация о свободном доступе. Если у вас возникнет спорная ситуация по физическому лицу, которому вы заплатили деньги, вам никто информацию не предоставит, где он живет, куда писать претензию. Это огромное количество сложностей порождает, поэтому все, что касается сферы интернет-торговли, в том числе и услугами, как правило, до судов доходят, наверное, только единицы. Законом о защите прав потребителей вы сможете воспользоваться лишь в том случае, если ответчик – юрлицо. Если онлайн-эксперт окажется физическим лицом, то придется заплатить госпошлину за обращение в суд. Решая спорную ситуацию с физическим лицом, вам придется подавать исковое заявление в том городе, где находится ответчик, а это может быть и Москва, и Улан-Удэ. Продолжение следует...